Максим Горький. Легенда о Данка. Из рассказа «Старуха из Аргиль». Жили на земле в старину одни люди. Непроходимые леса окружались с трех сторон таборы этих людей. А с четвертой была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора. Явились откуда-то иные племена и прогнали прежних вглубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо перепрелись его ветви, что сквозь них не видать было небо. И лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать женщины и дети этого племени. А отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса. И для того были две дороги. Одна назад, там были сильные и злые враги, другая вперед. Там стояли великаны деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно. Днем в сером сумраке еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда днем и ночью вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы. Оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще страшней было, когда ветер бил по вершинам деревьев, и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их. Но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота. Люди все сидели и думали. Но ничто, ни работа, ни женщины не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум. Страх родился среди них, сковал им крепкие руки. Ужас родили женщины, плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой, скованных страхом живых. И трусливые слова стали слышны в лесу. Сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче. Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою. И никто, уже испуганный смертью, не боялся рабской жизни. Но тут явился Данка и спас всех один. Данка — один из тех людей, молодой красавец, красивый и всегда смелый. И вот он говорит им, своим товарищам. Не своротить камня с пути домою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте! Пойдем в лес и пройдем его сквозь. Ведь имеет же он конец. Все на свете имеет конец. Идемте, ну, эй! Посмотрели на него и увидели, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня. Веди ты нас, сказали они. Тогда он повел. Повел их Данка. Дружно все пошли за ним, верили в него. Трудный путь это был. Темно было. И на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей. И деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплели всех ветки между собой, как змеи. Протянулись всюду корни. И каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они. Все гуще становился лес. Все меньше было сил. И вот стали роптать на Данка, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен. Но однажды гроза грянула над лесом. Зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно. Точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молнии. Шли они. И качались великаны деревья, скрипели и гудели сердитые песни. А молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим холодным огнем и исчезали так же быстро, как явились, пугая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе обрушились на Данка, человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими. Вот как! Остановились они, и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данка. «Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный человек для нас, ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь». «Вы сказали, — веди, и я повел, — крикнул Данка, становясь против них грудью. Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас. А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий. Вы только шли и шли, как стадо овец. Но эти слова разъярили их еще более. «Ты умрешь! Ты умрешь!» ревели они. А лес все гудел-угудел, вторя их криком, и молнии разрывали тьму в клочья. Данка смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желание спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня. А они, увидав это, подумали, что он рассверепел, отчего так ярко и разгорелись очи. И они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данка. А он уже понял их думу. Оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску. А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь. «Что сделаю я для людей?» сильнее грома крикнул Данка. И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой. Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям. А тьма разлетелась от света его, и там, глубоко в лесу, дрожащее, пало в гнилой зев болото. Люди же, изумленные, стали, как камни. «Идем!» крикнул Данка и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям. Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез, а Данка все был впереди, и сердце его все пывало, пывало. И вдруг лес раступился перед ним, раступился и остался сзади плотный и немой. А Данка и все эти люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была там, сзади них, над лесом, а тут стояло солнце, вздыхала степь, блестела трава в бриллиантах дождя и золотом сверкала река. Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данка. Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данка. Кинул он радостный взор, на свободную землю и засмеялся гордо, а потом упал и умер. Люди же радостные и полные надежд не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данка его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой. И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло. сердце труп, сердце учиться до кожи и ходит